Опять пробую с селфи штатива снимать. Итак, доброе утро, дорогие друзья! У нас уже январь подходит к концу. Сегодня у нас... Ой, какое у нас сегодня число? А, 30-е. Слушайте, совсем потеряю. Я знаю, что сегодня суббота, а вот число нет. Так, выяснили, что сегодня 13 января. Ой, 30 января, суббота. Слушайте, я еще не прослась, наверное. Итак, часики тика. Весна приближается. Птички щепечут. Я уже их слушала. Правда, кофеечек еще не пила. Я хочу сегодня показать вам свое новое колечко и свои новые лаки. Наверное, больше, по-моему, нечего показать. Не знаю, может быть, еще что-то в ходе показа, может, еще что-то вспомню. Не знаю, посмотрим. Вот такой лак. Ну, цвет, конечно, повторился. Цвет повторился. У меня есть такого цвета лак. Нет, вот такой он. Он на солнышке, он оранжевый. Он не оранжевый, он вот такой, каким вы его видите. И каким вижу его я. Это один из лаков. Затем вот такой металлик с искоркой. Вот этот я, пожалуй, на солнышке покажу, чтобы было видно, как искрятся в нем какие-то такие блестящие крупинки. Очень красивый, но я его еще не примеряла. Затем вот такой разбеленный, мятный. Очень интересный цвет. Вот он видится таким, какой он есть на самом деле. Красиво оформлен, красивым рисунком оформлен пузыречек. И, наконец, лак, который у меня сейчас на ногтях. Вот он. Это вообще прелесть. Вот какая-то припыленная роза. Это просто прелесть, а не лак. Очень красивый. И это так красиво оформлено. В общем, такая вот палитра, я бы сказала. И колечко. Новое колечко с жемчужинкой. Вот оно. Значит, я родилась под знаком рыб. И символ рыб – волна. Я очень сложно представляла себе, как можно волну изобразить на чем-нибудь. Для меня волна – это что-то незаконченное. А тут вот такая волна. И знаете ли, где теперь у нас солнышко? Ну, ладно, солнышко уже ушло. Оно у нас бегает туда-сюда. И как будто бы с пеной на гребне. А роль пены, в моём понимании, играют вот эти вот фионитики. Очень красиво, очень интересно, очень символично. И в центре жемчужина, опять же. Это камень рыб. Вот так вот красиво всё сделано в одном колечке. Красиво, символично. В общем, полное соответствие гороскопу. И сейчас я покажу это на руке. Вот так это смотрится. Очень интересное колечко. Очень красивый цвет лака. В общем, вот такие у меня новые игрушки. Можно это колечко и по-другому надеть. Сейчас я продемонстрирую. Но этот вариант мне всё-таки больше нравится. Можно вот так. Вот правая рука. Вообще-то я его ношу на правой. Просто я, когда снимаю, держу в правой руке фотоаппарат. Поскольку я правша. Вот. Ну вот так. В общем, я его ношу вот так. Можно так. Но так всё-таки не... Нет, так мне всё-таки не очень. Мне больше нравится наоборот. Вот так. Чуть-чуть вот так даже съезжает. Так оригинально получается. Я подумала, друзья, что без кофе, пожалуй, это будет неполный ролик. Пока здесь пусто. И сейчас я наполню эту чашечку утренним кофе. А ролик наполню. Видео об утреннем кофе. Чайник сейчас уже закипает. Засвистит. Чайник закипает. Вот он засвистел. И я, как обычно... Так, всё, хорош свистеть. Как обычно, достаю смешную баночку. На которой у меня написано, что это кофе растворенный. И... Кладу... Ложечку... Ой... Ложечку кофе. Так. Сахар. Ой, рассыпала. Ложечку сахара. Я вообще-то хочу мед купить. Я давно что-то мед не покупала. И вот соскучилась уже. И, конечно же, мы с вами сейчас будем наливать водичку. Вот так. И... Нежно размешаем. Нежностью это сложно назвать. Думаю, интенсивно размешаем. Короче, размешаем без всяких там... Вычурных выражений. Всё, размешала. Ну и по традиции к окошку, конечно. А там уже видите, что творится. Солнце светит вовсю. Пока я делала съёмочку. Колечко, лаки. Уже солнышко вон, куда поднялось. Ну и вот наш горячий утренний кофе с эйфелевой башней. О как! О как! Немножко морозно. Все эти дни такая была капель. Вообще жуткая капель была. А сегодня ночью приморозило. И было минус два, минус три вот так. Ну, сегодня днём, думаю, опять будет плюс. У нас реки текут. У нас горы снега. И реки ручьё. В общем, как-то так. Я не знаю, не видно, наверное. Как всегда на дереве сидит ворона. Одна, вторая. Ой, у нас вообще тут птички. Вот как только я открываю окошко, у меня сразу птички, собачки. И мне очень не хватает много такой природы. И поэтому я её ловлю везде, где только вижу. Всё, друзья, пьём кофе. Очень вкусно. И вот просто так, просто так, с чашечкой в окошке. В приятной компании с вами, мои друзья. Красиво. Сквозь пар смотреть на солнышко. Пар пропитывается лучьями. Лучьями. Боже, что со мной сегодня? Я сегодня ещё не проснулась. Хотя сейчас уже девять часов. Ну, сколько, девять? Уже даже не девять, уже даже начало десятого. Я всё ещё не проснулась. Я уже привела себя в порядок. Но я всё ещё сплю. Сегодня у меня такое сонное. Я немножко недоспала. Легла спать поздно очень. Я проснулась рано. Спать легла в начале третьего. Опять засиделась. Но я всё равно жаврана, друзья. Я не бросаю этой затеи. Вот. А проснулась я в семь часов утра. В общем, недоспала немножко. И, в общем, сегодня я то число не могу вспомнить. То заговариваюсь. Короче, что-то со мной сегодня такое сонное. Ну, ладно. Попьём с вами кофеёчек и проснусь окончательно. Сейчас ворону покажу поближе. Вот она, красотка, спинкой к нам сидит. Кто-то печёт пироги или пряники. Вы знаете, так пахнет вкусно. Так прям, ой, прям из добы захотелось. Ну, вообще, знаете ли, по запаху захотелось. По аромату, я бы сказала. Потому что у из добы даже не запах, а аромат. А так нет, ещё есть, конечно, не хочется. Ещё рано. Ворона, ну-ка, пошевелись. Не-а, у неё такое созерцательно-философское настроение. Она просто медитирует на солнце. Ха-ха-ха. Смех за кадром. А сейчас вот это, это корм для птичек. Я его сейчас вот так мелко покрошу. Это знаете что? Это я беру батон и срезаю с него, где тут у меня низ. Вот это нижняя часть корочки батона, а это верхняя часть корочки батона. И я их срезаю, потом крошу и бросаю птичкам. Потому что это всё равно то, что, ну, кушать его как-то, жуёшь-жуёшь. Оно такое, знаете, в духе времени слегка резиновое. Вот. И вот столько я сейчас как накрашу всего. И покормлю птичек. Вот я переложила их в эту пластиковую вазочку. И пойдёмте их. Сейчас должны слететься голуби. Вот они уже слетаются. Сначала прилетает парочка, а потом слетаются остальные, видя, что эти что-то клюют. И сейчас вся компания прилетит. Вот они все. Вот так мы развлекаемся по утрам. Я пью кофе, а голуби клюют хлебушек. Потом к ним подлетают вороны, воробьи. И вот таким образом мы сосуществуем очень дружно. И знаете, друзья, я не раз наблюдала, как ворона чуть покрупнее кормит ворону чуть помельче. Вот и сейчас, вот среди вот этой стайки ворон тоже только что. Так я думаю, это мама подросшего своего, уже выросшего птенца прикармливает. Вот прям клювик открывает, и она ему что-то вкладывает туда. Ну, еду, понятно. И это уже много раз я наблюдала, все-таки какие они заботливые мамы. И тем более я вам рассказывала когда-то, уже рассказывала, когда мы жили в Чите, мы шли с дочерью через лесочек такой небольшой из Осетровки в Антипеху. И там вороненок выпал из гнезда. Я хотела его повыше. А вокруг него кружились вороны, и я хотела его повыше подсадить, чтобы никто его не съел. Вороны на нас как налетели, чуть не заклевали. Ну, они же не знали, что я из добрых побуждений. Вот, такие очень заботливые, очень заботятся о своем потомстве. Такие вот мамочки. Вот, такие вот. Вот так у нас щебечут птички. Подкрепились немножко и щебечут. Я им там еще зернышек гороха набросала. Когда-то купила горох. Но его долго варить. И я так не варила, не варила, валялся, валялся. И я его постепенно скармливаю птичкам. Уже почти весь скормила. Придем. Придем. Вот так у нас тут. Обожаю, обожаю эти птичьи трели, кто бы их не издавал. А это явно сорока. Ну все, дорогие мои, пока-пока. Надеюсь, вам было интересно.